Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям в Восточно-Казахстанской области совместно с Инспекцией транспортного контроля провели рейд на предмет соблюдения мер безопасности на маломерных судах. Специалисты выявили немало нарушителей, которые подвергают опасности свою жизнь и жизнь окружающих. С каждым годом на водоемах области появляется все больше скутеров. Скутеров-любители быстрой езды часто катаются недалеко от берега, где плавают люди и порой не справляются с маневрами и падают, а неуправляемое транспортное средство может нанести травмы находящимся в воде людям. Как отметили спасатели, популярный бизнес сдачи скутеров во временную аренду людям, не имеющим прав вождения такими водными средствами и не знающими, как им управлять опасен для жизни, как гонщика, так и окружающих. Логическое удостоверение, он должен пройти обучение, как характеристика самого скутера, что он себя представляет, как им управлять и все знать моменты. Другой момент, как уже это в основном происходит, желающих много сесть за этот скутер, особенно, как всегда, еще и в состоянии, возможно, опьянения. Отсюда все происходят моменты. Поэтому и со стороны полиции, сразу на береговой линии, вот эти все моменты пресекаются, чтобы, как вы говорите, в прокат взяли, пошел я приехал, мне захотелось там покататься, в итоге провести трагедию. Такие факты категорически исключены, но на данный момент принимаемыми мерами не допущены. Более 3600 патрулирований и рейдов провели сотрудники ДЧС ВКО. Их задача – профилактика несчастных случаев на воде. Совместно с полицейскими при проведении рейдов к административной ответственности по статьям 364, 440, 412 КОАП РК было привлечено 748 человек. По словам спасателей, при проведении рейдов постоянно выявляются нарушители. Так, при последней проверке сразу несколько человек, владельцев скутеров, были привлечены к административной ответственности. По результатам, которые предоставили именно данные инспекции транспортного контроля, мы буквально недавно проводили рейды. И там с начала купального сезона коллеги нам дают цифру, что уже 29 протоколов составленных по статье 582, часть 2. И последний рейд, который мы проводили, там 6 уже нарушителей были привлечены именно со стороны владельцев водных мотоциклов. Неумение управлять скутером или желание покатать на отдыхе ребенка, такие пренебрежения правилами безопасности на воде, может привести к трагедии, предупреждают специалисты. В течение августа спасатели полицейские продолжат рейдовые мероприятия на водоемах области с целью не только выявить нарушителей, но и рассказать о правилах безопасности на воде.